Ребята, всем привет! Приступил к новому необычному проекту. Видите, здесь какие спирали интересные лежат. Это вот одна и тут вот где-то есть еще вторая. Разобрал спиральный компрессор и теперь на его базе буду делать генератор. То есть это получится пневмогенератор. Буду использовать очень мощные магниты, которые нужно равномерно расположить на роторе. Двигателя компрессора и превратить этот двигатель в генератор. Буду использовать пластинки из самариевых магнитов, потому что они выдерживают большую температуру свыше 250 градусов. Они держат и не теряют свои магнитные свойства. В отличие от неодимовых магнитов. Неодимовые вообще-то тоже бывают до 200 градусов. Но они жутко дорогие, жутко редкие и не факт, что купив их, попадешь именно на те самые. А так они обычно при 80 градусах уже либо начинают терять свои магнитные свойства, либо уже конкретно их теряют. Есть у меня вот такой кубик, ребята. Кстати, они тоже мощные эти самариевые, очень мощные. Вот они даже здесь через прокладку магнитятся прилично. Установил ротор на токарный и буду делать проточку. Потом нужно будет их как-то закрепить. Возможно достаточно будет просто примагнитить и приклеить. А возможно еще сверху стеклотканью обтяну в один слой, чтобы держалась. Итак, пошло дело. Протачиваю углубления, чтобы они там внутри расположились и не цеплялись за статор. Я уже пробовал протачивать, но потом ждал магниты, пока придут и дело остановилось. А так я уже давно начал этот проект, давно разобрал компрессор. Для чего он нужен, пока не могу сказать, ребята. Вы уж извините. Если все получится, то я вам обязательно расскажу и покажу ту установку, в которой он будет работать. Конфигурация ротора и магнитов очень удачная. Здесь вот остаются нетронутые части, благодаря которым вот этим поискам я буду ориентироваться, чтобы магниты не вышли за пределы. Но опять же, чтобы все это дело не цеплялось за статор, чтобы все было нормально. Идет работа на удар, потому что здесь в перемешку алюминий со сталью. Протачиваю резцом по алюминию, очень острым. И как видите, получается хорошая поверхность. Приступил к оклейке ротора магнитами. Как вы можете заметить, здесь они установлены под углом, чтобы не было залипания. Залипание вычислял по урокам в ютубе. Собственно, как я клеиваю по урокам. Только клей использую неправильный. Использую супер клей, ребята. Ну как сказать, использую. Я просто прихватываю. Он быстро работает. Почему-то к этим магнитам он прям прилипает мгновенно. Схватывается очень быстро. Они прилипают, хоть и плохо держатся. То есть тут нельзя не ударить, ничего. Они сразу начнут отскакивать. Но я потом буду все заливать эпоксидом. Поэтому не страшно. Это нужно лишь зафиксировать. Ну и еще для тех, кто вдруг найдет это видео и тоже захочет что-то подобное сделать. Какой-то генератор со синхронного двигателя. По-быстренькому введу в курс дела. Что здесь надо учесть и как это вообще делается. Мой исходный двигатель на 3000 оборотов. То есть здесь два полюса. Это важно знать. Далее градация следующая. 1500 имеет 4 полюса. 1000 6 полюсов. 750 оборотов имеет 8 полюсов. Соответственно, если у меня 3000 и 2 полюса, я должен разбить магниты на два сектора, на два лагеря. Можете заметить, здесь вот черточки стоят. Это один полюс. А не поклеено, это другой полюс. Откуда берутся черточки? Взял стопку магнитов целую. Вот они все слипшиеся и каждый сверху пометил. Соответственно, так и приклеивал. Видите, все черточки наверху. Следующий полюс я переворачиваю и наклеиваю их обратной стороной. Вот собственно и вся наука. Ну а угол вот этот вычисляется следующим образом. Я нашел несколько роликов об этом, но повторюсь, чтобы было все в одном ролике. Так сказать, чтобы вы, ребята, понимали о чем речь. После разборки двигателя мы можем посмотреть на статор. Здесь есть вот такие вот ребрышки. Угол я брал по рекомендациям youtube. В общем, в конце мы посмотрим, что из этого получится. Брал три величины. Взял длину площадки, суммировал ее с зазором и прибавил третью часть площадки. Вот такой получился размер. У меня получилось 13 миллиметров. Получилось под таким вот большим углом. Мне удобно оклеивать. Скорее всего, мне придется еще потом протачивать этот ротор. У меня есть алмазные резцы. Можно будет как раз таки проверить их в работе еще раз. Получился такой угол. 13 миллиметров здесь. Если вот здесь вот измерить параллели и все провести, сделать треугольник, измерить. Вот здесь будет 13 миллиметров. Приклеил все магниты. Теперь, как и обещал, заливаю потихонечку эпоксидной смолой. Вон она уже протекает. Сейчас сомкнется. Заливаю потихонечку, чтобы не образовалась пустот. То есть слоями. Да и плюс эпоксидка дегазированная. Дегазировал у друга в соседнем гараже. И вот теперь она вот так вот, ребята, проливается. И чистенькая, прозрачная. Это ЭД-20. Все, можно еще подливон делать. Делаю первый проход. Снимаю лишний материал. Слишком много я эпоксидки залил. Но обычным резцом по алюминию все прекрасно снимается. Опять белоснежный станок. Стружка от эпоксидки очень-очень белая получается. Идет второй проход. Пока до магнитов не добрался. Но вот уже здесь поставил защиту из магнитов. Потому что если крупицы магнита попадут на станину, я даже не знаю, что я буду делать. Мне кажется, в очередной раз убью станок. Получилось проточить самым обыкновенным резцом. Вот видно, здесь торчат магниты. Резец по алюминию легко взял. Не пришлось использовать алмазы никакие. Изначально хотел стеклотканью покрывать. Но я смотрю, так все залито. Все внутри эпоксидки. Все очень хорошо. Наверное, так и оставлю. При разборке агрегата сломал мешалку. То есть вот такая штуковина, ребята, с ушами. Она должна со дна поднимать всякую муть. Точнее, мне кажется, она поднимает масло и уносит его из корпуса компрессора. В общем, нужно как-то это дело восстановить. Боюсь, что просто так оно не приклеится. Поэтому сделал, как видите, вот такие интересные отверстия. Воспользуюсь методом кройки и шитья. Удалось очень даже качественно восстановить. Обмотал все углетканью, пропитанной эпоксидной смолой. Сложность сборки осложняется тем, что здесь было все приварено изначально. И мне пришлось высверливать обе подшипниковые опоры. И теперь каким-то образом нужно все вернуть обратно, приварить. И сделать это так, чтобы был нормальный зазор. Как это сделать, большой вопрос. Но я придумал одну фишечку. Повставлял просто-напросто клинья. Вот они, 4 штуки. И в итоге, друзья, все теперь здесь равномерно. Равномерный зазор и сверху, и снизу. То есть снизу я также повставлял. Все, теперь можно сваривать. Снизу уже все заварил. Теперь потихонечку киянкой запрессовываю верхнюю подшипниковую опору. Смазал маслом. Кажись, коснулась. Все, зашло. Главное при всем при этом соблюдать чистоту, чтобы ничего туда не нападало. Ребята, уже можно увидеть результат. Смотрите, легко крутится и нет залипаний никаких. Класс! Значит, все у нас получается. По крайней мере, генераторная часть получилась нормально. Нет излишнего усилия с обмотками. В принципе, я так думаю, все там нормально. Велики шансы на успех. Главное просаживать аккуратно. Уровень можно контролировать по совмещению двух отверстий. Когда я разбирал, я здесь высверливал гигантское отверстие. И вот как они сойдутся, значит уровень тот, что надо, тот, что был до разборки. Все четко сошлось на всех четырех отверстиях. И что мы видим? Что от руки оно спокойно вращается. Пришло время соединить две половинки компрессора. Вот так вот они, ребята, выглядят. Одна спираль вставляется в другую. Осталось ставить подвижные втулки вот сюда и затянуть болтами. Потому что все вот эти детали, обе спирали, они полуподвижные. То есть даже вот эта, она намертво не крепится. Она через втулки вот такие. И видно, что при работе образуется износ. Видите? То есть оно там тоже шатается немножко. Перед окончательной затяжкой вот этих болтов решил проверить на вращение. А как это сделать, ребята? Здесь же у нас теперь магнит, а не короткозамкнутый ротор. Взял, попробовал регулятор оборотов от рс двигателя. Подключил 6 банок и пытался запустить его. Не получилось. Он немного дергался, но никаких движений не было. Потом я решил использовать частотник. Потому что на всю мощь включать его в 380 в 3 фазы, но это вы сами понимаете. Это полный трэш и полная жесть. Значит, а вот оно подключение. 9,5 герц стоит. Я уже пробовал стартовать. Вот он кабель и подходит на генератор. Сейчас он будет в режиме двигателя работать. Итак, включаю. Работает в режиме двигателя. Нормально вращается и создает давление. Точнее, сейчас на вакуум работает. Видите, как присасывает руку. Так, пробуем в обратную сторону. Это уже другой процесс. Процесс накачки пошел. Качает странно как-то. Такое ощущение, что при надавливании задыхается. Да или нет? Нет, задыхается, когда я сильно затыкаю. Хотя бы как-то работает, ребята. Больших оборотов давать не буду, потому что масла нет. Можно еще немного поддать, попробовать. Более уверенно начинает работать, крутится. Вот такие вот дела. Интересная штука получилась. Давление качает. Но объем прокачки небольшой, я чувствую. Теперь нам нужно попробовать, как оно в обратную сторону. Будет ли создаваться вращающий момент, чтобы он мог провернуть ротор. Пока что только так. Буль-буль-буль. Теперь давайте попробуем, работает ли он от давления. Так. Есть какое-то движение, ребята. Скажу вам честно, что он у меня не сразу запустился. Мне пришлось вот здесь вот найти некое положение, чтобы он запускался. И у меня теперь нет уверенности, будет ли он запускаться четко в дальнейшем. Давайте попробуем теперь, сколько вольт он вырабатывает от обычного компрессора, у которого 8 атмосфер давления. Поставил тестер на переменное напряжение. Давайте смотреть. Накачал все 8 атмосфер. Все, стартуем. Я видел 150 вольт. Такое напряжение. Ну это немало на самом деле. Давайте попробуем на постоянку. Стартуем. Постоянку не показывает. То есть выдает он именно переменку. Класс! Приятно, когда работает, друзья. Вы себе даже не представляете. Это тоже довольно-таки долгий проект. Ну и теперь, раз уж все так хорошо получается, будем посмотреть, что он может. Вот эта лампочка 500. Если он ее раскачает, я буду просто в шоке. Погнали! Ну скажем так, что-то он смог от обычного воздуха. Здесь есть потери, потому что вот дырочка. Она там потом работает как надо, поджимает сальник. И вот с этой стороны тут вот тоже есть отверстие, через которое выходит воздух. Потерь было бы меньше, более эффективно бы все здесь использовалось и работало. Итак, друзья, штука готова. Конечно, внутри она интереснее, чем снаружи. Снаружи как-то скромно уж слишком выглядит. Но аппарат должен быть герметичный для того, чтобы можно было его устанавливать в систему. Сейчас нужно сделать первый запуск. Первый запуск будет непростой, потому что внутри был сальник, который никакой пружиной ничем не прижимается и должен прижиматься воздухом. Поэтому изначально нужно подать очень много воздуха, чтобы он как бы прижался и система начала работать. Давайте сделаем это. Пробовал пшикнуть как обычно с пистолета, но ничего не получилось. Не хватает объема воздуха. Как же я буду выкручиваться из этой непростой ситуации? Буду использовать всю ту же резинку. Прижимать ее вот сюда. И с пистолета выдернул штуцер, который вот сюда установил, чтобы подавать напрямую. Если шланг сейчас нажать, резко пойдет воздух с ресивера. Давайте сделаем это. Слышно было, что прошел процесс, ребята. Всё, агрегат готов к установке в систему. Ну а у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь, ребята, на канал. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!